Ставь лайк за самый дорогой нож, который я когда-либо выбивал, братишка, и твой пейсос взорвет весь город. Эй, йоу! Всем привет, мои братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать на шоу по CSGO! И сегодня мы будем с вами делать очень интересный выпуск. А, во-первых, этот выпуск связан с моим любимым числом 666, и с моими нелюбимыми кейсами, да, вот, скажем так. Почему я сделал такой выбор? Значит, а написал мне комментарий The Crane Никита. Я обычно сижу, читаю все комментарии и ищу что-нибудь интересное, что, ребята, вы мне напишите. И тут The Crane Никита мне написал следующее. Шуморо, открой все кейсы, которые ты ненавидишь в любом количестве. И тут я подумал, а правда, ведь я обделяю со всем вниманием те кейсы, которые я ненавижу. Вонючие, невезучие, которые мне абсолютно не нравятся. И подумал, а правда, а почему бы их не пооткрывать, раз мы их редко открываем, ребята? Почему число 666? Потому что я закупил 6 ключиков Shadow Case, Revolver Case и Operation Vanguard. А самые кейсы, которые мне не нравятся, которые я стараюсь вообще не брать в выпуске. Но, тем не менее, они имеются в Стиме. Поэтому давайте мы их вскроем. Но и напоследок я также взял свои нелюбимые eSports 2013 кейсы. Они мне не нравятся за их цену и за лут, который в них лежит. Если здесь выбить, конечно, АК-47, а Red Laminate, то можно получить удовольствие. Но, ну, статтрековский я имею в виду. Но, в целом, в принципе, мне не нравятся здесь скины. Ну, что же, ребята, давайте откроем это говно. Давайте пооткрываем мои нелюбимые кейсы. Поехали. Темный кейс. Вонючка. Посмотрите, что он сразу мне выдает. Scar 20 Green Marine. Ну, я, в принципе, так и знал. У меня даже слов нет. У меня даже просто слов нет. Я хочу вот это отсюда, а он мне будет выдавать сейчас сплошную синьку. Ну, ладно. Я, кстати, посмотрел, ребята. Вы считаете, что, правда, у нас скоро пойдет раздупление? Ну, в принципе, это логично. Гейб должен раздуплиться рано или поздно, когда слишком сильно дает аккаунт в минус. Как это у меня в последнее время бывает. Но, тем не менее, как бы апрель месяц у нас был хороший. Поэтому, возможно, мой аккаунт засчитан как очень везучий за предыдущий период. И сейчас Габен не выдает никаких рейтов на него. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Пока у нас все довольно ровно. Пока у нас все довольно ровно и хорошо. Темный кейс как был говном, ебаным, так и остается. Вот, извините, прошу прощения. Шэдоу Даггеры здесь можно выбить. Но это мои нелюбимые ножи. Опять же, я не люблю эти вонючие затычки. Поэтому хрен его знает, ребята. Что будет дальше, давайте смотреть. Я уверен, что темный кейс мне не отдастся сегодня. Потому что, ну, в принципе, он мне никогда не отдавался плотненько и хорошо. Ладно, давайте перейдем к револьвер-кейсу. Давайте перейдем к револьвер-кейсу. Здесь я ненавижу этот кейс за что, опять же? За вот это говно, которое может выпасть, ребята. Вы представляете, вот этот вот дешевый фейт-револьвер может прокнуть и выпасть как тайное оружие с редким шансом. А стоит он вообще ни о чем. Как бы он даже кейс не окупает, наверное, с ключом. Хотя нет, наверное, цена примерно такая же. Поэтому за этот кейс я ненавижу именно за то, что здесь есть тайное, которое, в принципе, абсолютно... Ну, мне не нравится. Так же, как я и ненавижу пушки, которые здесь есть. Я ненавижу эти скины. Они вонючие, некрасивые. Они меня бесят. Сейчас я выскажусь вам, ребята. Сейчас я выскажусь, почему я ненавижу эти вонючие кейсы. Револьверные особенно. Вот из-за этого. Ладно бы, если бы этот револьвер стоил больших-больших денег. Там, ты бы фапал на его паттерны. Хотел бы выбить его паттерны и так далее. Но хуй-то там, дорогие друзья. Хуй-то там. Этот револьвер ничего не стоит. Поэтому, в принципе, шмысла кейс тоже не имеет. И неизвестно, какие ножи здесь падают. Мне ножи, по-моему, отсюда не выпадали ни разу. Хотя, может быть, и выпадали. Я уже не помню. Ну, так вот. Заканчиваются и эти мои нелюбимые коробки. Кстати, эти кейсы самые непруще у меня. То есть, сколько бы я их не открывал, всегда падает что-нибудь не очень. Поэтому вот так вот, ребята. Посмотрите, все синее. Хорошо. Это вот и есть та самая ненавистные кейсы, ребята. Но The Crane Никита попросил. Поэтому The Crane Никита, смотри, как я открываю ненавистные для меня кейсы. Этот кейс вроде бы хорош, да? Старенький авангард кейс. Здесь есть Westland Rebel. Но все скины какие-то тусклые, унылые. Поэтому этот кейс я тоже часто не беру на выпуске. Потому что здесь, в принципе-то, нечего подергать. Ладно, Westland Rebel даже статтрек, он там, ну, стоит какие-то копейки. Но выглядит все это не очень, как по мне. Поэтому, в принципе, этот кейс мне не очень нравится. Поэтому это тоже мой самый ненавистный кейс. Из-за того, что здесь просто нет нормальных, хороших, вкусных, красивых скинов, ребята. И, как вы видите, да, ребята, и в этом кейсе мне ни хрена не прет. Это полная-полная дичь. Ёб твою медь. Ну, что ж такое-то, гобенчик, ты творишь? Так, Гриффин, Гриффин выпадает. Хорошо. Гриффин, кстати, красивый скин. Гриффин красивый скин. Очень единственный, который мне нравится. Все остальное здесь говно, реально. Вот Гриффин хотел как раз выделить, и тут он выпал просто. Зацепочка, скажем так. Все остальное так себе. Ну, что ж, ребята, и авангарды, видимо, у нас подходят к концу, как я понимаю. Че, гобен, дашь мне ножик из нелюбимых кейсов, нет? Нет, гобен не дает мне нож из нелюбимых кейсов, сука. Ладно, давайте теперь откроем eSports 2013 кейс. Почему я не люблю этот кейс? Да потому что он дорогой. А скинный здесь, ну, в принципе, внешний вид у них так себе. Но это олдскул. Конечно, это олдскул, да. Он многим может нравиться. Вот этот вот топ мне не нравится. Death Kitty, Death by Kitty мне не нравится абсолютно. Boom не нравится. Red Laminate в статтрек-версии прямо с завода было бы классно получить. Но цена его какая-то неадекватная, ребята. Давайте посмотрим, что можно выбить за свои 600 рублей в клик. И? Конечно, гобен, можно выбить нихуя. Ёлки-палки, когда же рейты нормально восстановятся? Ты чё, гобен, гипчушка, блядь? Это же совсем пиздец. Ребята приходят, открывают, а ты выдаёшь. Ёб твою мать, вы посмотрите, какой... Так, ладно, давайте два тёмных возьмём ещё. Давайте попробуем добить. Раз у меня ещё есть плюс два кейса, давайте попробуем добить. Тактика 666 сыграла своё. Она не сыграла ничего вообще абсолютно. Но так как кейсы нелюбимые, в принципе, они выдавать мне и не должны, правильно? Это же как-то нелогично. Это что брать нелюбимую женщину, например, да? То есть она же, ну, по идее, как бы, нет, ну, она-то может давать, но... Ладно, давайте не будем, не закроем эту тему. Смотрим, P250. Давайте ещё раз. Давайте ещё раз вонючий нелюбимый тёмный кейс. Гобен заставляет меня тратить и тратить, тратить и тратить. Ну, давай, Гобен, ну, дуплинись, ну, посмотри, мы закупаем ключ за ключом, ключ за ключом, и ты нихуя не выдаёшь, вонючка, а? Так, ну, всё, в принципе, всё понятно, да? Всё понятно с нелюбимыми кейсами. Пора запихуярить вас в контракт, ребята. Ну, блядь, это как-то странно. Полоса должна раздупляться в любом случае. Это очень-очень странно. Затянул Гобенчик, затянул Гобенчик в мае. Совсем охуел. Совсем охуел, я скажу. Очень даже охуел. Ничего не выдаёт вообще. Ладно. Смотрим, что у нас будет дальше, когда у нас будет переть. Хрен его знает, может, в контрактах попереть. Может быть, Драгонлор пораскрафтить новый. Ну да, в такой период самое время, ребята, крафтить Драгонлор. Так. Меня устраивают и которые мне интересны. Да, здесь не хватает ровно одной пиписьки. А это всё очень дорогое остальное. Так-так-так-так-так. Ну, видимо... Видимо, нечего нам вливать. Видимо, нечего нам вливать сейчас. Что у меня по повлитию на розовый? Давайте посмотрим, что у меня в инвентаре есть по розовым. Что можно сделать на контрактик. На контрактик, на контрактик. У меня куча шедевров, кстати. Надо бы их на ставки, блядь, слить. Давайте посмотрим, что у нас по розовым есть. Может быть, мы сегодня огненный змей с вами скрафтим. Может быть, нам повезёт на огненного змея, ребята. Может быть, нам всё-таки благоволит Габен сделать огненного змей. Или слить... Блин, X-Ray мне не нужен. А реально, ребята, давайте попробуем. Дейс Бакити нам тоже не нужно. Не, это нужно было подготовить заранее. Так, это Тарентентенок и Хабару можно скрафтить. Можно дорогой контракт. Нет, сейчас не будем точно. Сейчас не будем заморачиваться на этот контракт. Кстати, да. Вот напишите мне по поводу следующего контракта, ребята. Я его обязательно сделаю. Пора сделать дорогой контракт из розовых на красные. Что бы вы хотели видеть, из какой коллекции? Обязательно напишите. Обязательно комментарий добавлю в серию. Пока не будем сейчас ничего трогать. Пускай у нас раз полоса такая вот идёт, пускай она такой пока и остаётся. А вот на следующую уже будем раздуплять Габена, я думаю. Да? Это был бы хороший вариант. Здесь тоже не хватает. Здесь очень интересно. У нас песоски копятся. Ну так вот. А сейчас мы идём на сайт и дрючим там. Поехали, посмотрим, что будет. Ну что ж, друзья. Сегодня мы попадаем дёргать дрючку на EliteCase.net. Очень странно ведёт себя Габен в стимах. Он совсем охуел. Потому что по всем моим статистикам у меня должна уже быть полоса удачи. Это просто какой-то пиздец, ребят. Ну ладно. Давайте так. У меня для вас есть промокод. Как обычно, ребята. На халяву. На халяву, по-моему, он называется вот таким вот образом. У меня есть промокод на халяву. Да, промокод успешно активирован. 10 рублей. Давайте я сейчас сразу же возьму. 10 рублей на баланс. Теперь идём вот сюда. И давайте начнём, ребята, с засекреченного. Давайте начнём с засекреченного. Посмотрим, что у нас будет в засекреченке. Непонятно, ребята. Непонятно, какая хуйня творится. Видимо, в апреле я свой лимит исчерпал, наверное, какой-то. Полумесячный, скорее всего. Либо что-то ещё. Потому что хуйня очень и очень странная. Хуйня очень подозрительная. Обычно после того, как ты добиваешься такой песосочки, как вот, да, блядь, открывайся уже. Такой песосочки, как три ножа в месяц. А потом у тебя начинается что-нибудь не так. Вот. И у габена это, к сожалению, проявляется крайне часто. Надеюсь, это явление временное. И всё у нас будет хорошо. Так, 100 рублей. Замечательно. 100 рублей. Это не то. Ну давай, ну не лагай. Ну пожалуйста. Ну не лагай. Ну дай мне. Так, ежедневный кейс. Ежедневный кейс нужно. Так, нет. Давайте сначала мы сделаем по-другому. Давайте мы сначала сделаем что-нибудь новогоднее. Кейсы не будем откроть. Я не знаю, что я хочу. Я хочу М4А4 какую-нибудь. Я хочу какую-нибудь М4А4 безумно красивую. И я хочу ещё какую-нибудь песосочку. Чёрт побери. Ну? 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 Ну тусклые волосы, господи, боже мой. Ну где же? Где же мои драпецки? Так, давайте теперь откроем АВП. Откроем АВП. Посмотрим, что в АВП. Я уже не знаю, что открывать, ребята, чтобы у меня пошла полоса. Я хуй его знает вообще. Я не понимаю этого. Я сегодня купил самые нелюбимые кейсы, которые давно не открывал. Они должны были мне открыться. Это крайне непонятная херня. Вы посмотрите, мне всё идёт в минус, блядь. Так, ладно. Давай, давай. Не это. Значит, не нервничай. Соберись. Давай мыслить о чём-то, мечтать о чём-то хорошем. Например, о Драгонлоре. Конечно, хуй тебе выпадет Драгонлор. Нет, сейчас пойдём в тайное и выдернем Драгонлор. Нет, мечтай не о Драгонлоре. Мечтай о чём-нибудь таком более приземлённом. А, более приземлённом, более приземлённом. Мечтай о крутом паттерне, например, закалёнки. Во! Кстати, крутом паттерне закалёнки. Правда, в тайном оно не открывается. Ладно, мы сейчас откроем тайное. Попробуем подёргать акусик, как 47. 7. А мне нравятся синие паттерны закаленочки, ребята. И вам тоже это нравится, насколько я понял. Недавно у нас выпадут смертоносные киски. Смертоносные киски я оставлю. Смертоносные кисочки я оставлю. Давайте откроем новогодний. Май месяц, ребята, мы открываем новогодний кейс. Новый год у нас еще не прошел. Новый год только-только начинается, друзья, как я понимаю. Поэтому все у нас хорошо, замечательно. В минус опять открываем. Охуительно просто. Давайте еще раз откроем тайное. Давайте еще раз откроем тайное. Посмотрим, что у нас здесь будет. Изумрудные завитки кому-то падают. Здесь я не вижу, чтобы кому-то что-то прямо ушколотилось. Выколачил скоростной зверь. Скоростной зверь тоже оставлю. Слушайте, а мне везет. Надо открывать то, что везет. Давайте теперь вернемся опять в даймонд кейс. Нет, в акусик. Мы вернемся акусик и подрючим его ровно, я не знаю, ровно четыре раза. Давайте дадим шанс акусику подрючиться четыре раза. Так, изумрудные завитки, которые я уже видел, да, которые нахрен нихрена не стоят. Давайте вернемся еще раз. Откроем еще раз акусик. Я хочу закаленочку. Мне нужна закаленочка, пожалуйста, с топовым самым лучшим паттерном. Это все, что меня интересует. Закаленочка с топовым самым лучшим паттерном. Изумрудные завитки, замечательно. Мне нужна закаленка с самым топовым паттерном, пожалуйста, давай еще разочек. Может быть по кейсам просто пройтись. Наверное, стоит по кейсам пройтись Продать скоростной зверь? Блять, я не хочу, я не хочу в минус Блять, я не хочу в минус У меня габен и так все забирает Сюки, блять Так, ладно, давайте попробуем вот так вот Давайте я сейчас вот это вот реализую Вот это вот реализую Это мне нахрен не нужно Там у нас плюс Попробуем открыть Попробуем открыть Еще раз тайное или Нет, давайте еще раз новогодний Diamond Case Попробуем открыть Давайте еще раз новогодний Он дорогой В нем может упасть и Кихобара А, и это сразу И Глок Градиент И в принципе это сразу же окупает у нас все Если мне выпадет что-нибудь такое Но мне пока что-то вообще не чувствуется Что что-то такое выпадает Давайте попробуем пооткрывать Я не знаю Нет, давайте еще раз его откроем Давай Глок Градиент хочу Пожалуйста Пожалуйста, Глок Градиент Прошу тебя, умоляю Глок Градиент Это все, что мне нужно сейчас от тебя Давай Глочетский Градиент Азимов, сука Азимов дешевый Раньше я ему радовался Когда-то он стоил денег, ребята А сейчас он вообще ни хера не стоит Давайте еще откроем Браво Пройдем сейчас по кейсам По каким-нибудь Если Браво сейчас выдаст что-нибудь топовое Мы на нем и останемся И на нем будем сидеть Пока будет падать что-то интересное На Браво нихрена не выпадает Браво нам Нас не цепляет Давайте Давайте какой-нибудь другой тогда подергаем Давайте Глок Давайте останемся на том кейсе Если он даст нам плюс Я не знаю Что-нибудь такое попробуем сделать У меня уже тактики все кончаются Блядь Из-за того, что Такая вот хуйня Происходит Так Черный Отлично Замечательно Опять же в плюс Ребята Мы молодцы С вами идем в плюс Видимо я зря Продал песосочку Давайте спектрум Пооткрываем Давайте пооткрываем Новый спектрум АВП Февер Дрим Недавно у нас была Ножи конечно в спектруме красивые У нас Ой-ой-ой-ой Как было близко Февер Дрим Так Это Это меня радует Это меня Это меня Очень радует Вот здесь я остаюсь Давайте еще Давайте еще Подрющим его Маленький Ты давай Давай открывайся Для папы Давай открывайся Ножи какие летят красивые Еще один Февер Дрим И Я еще остаюсь Я еще остаюсь Спектрум Кейс Меня хочет Спектрум Кейс Меня любит Спектрум Кейс Меня Любит очень сильно Спектрум Кейс И уже он меня Нахрен не любит Я не знаю Может быть Блять 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 Это все равно Не в плюс Подождите Это все равно Не в плюс Это полная залупа Так ладно Давайте 1100 Господи Так давайте Сделаем вот так Вот Давайте сделаем Вот таким вот образом. У нас есть 1047 рублей. Давайте еще раз откроем новогодний даймонд кейс. Пожалуйста, выдай мне глок. Пожалуйста, умоляю, выдай мне глок. Так, я еще ежедневный кейс не открыл. Надо ежедневный кейс открыть на удачу. Выдай мне глок, градиент умоляю. Сука, блядь. Так, это мне вообще не нравится. Так, давайте теперь еще раз ежедневный... Нет. Да-да-да, ежедневный кейс попробуем открыть. Ежедневный кейс, сука, у меня почему-то не открывается. Иногда такой глюк бывает. Или я его уже открывал? Я же его открывал, наверное, за 24 часа уже. Бля-бля-бля. Ладно. У меня сколько? 598 рублей. Я не... Давайте еще раз откроем. Давайте еще раз откроем. Два раза мне здесь выпал Февердрим. Выпади, пожалуйста, статтрек Февердрим. Умоляю тебя. Выпади, ебаный. Статтрек Февердрим — это все, что мне сейчас... Ну, остановись, прошу тебя! Это пиздеж. Это пиздеж. Это с новыми... Это с новыми... Это с новыми ценами наебалово, нахуй. Это с новыми ценами наебалово. Нож выпал, нахуй. Февердрим. Я пошел, нахуй. Я... Я в смысле иду, нахуй. Ну, в смысле, нет. Я иду отсюда, нахуй. Подождите, блядь. Это с новыми ценами, глюк. Не может быть, нахуй, за 60к. Я ни на одном сайте никогда не выбивал такой цены ножа, блядь. А у Гейба, по-моему, был максимум 30 тысяч. Подождите, нихуя себе, блядь. У меня... У меня аж нахуй руки затряслись. Подождите, блядь. Подождите меня, прошу тебя! Возьми меня, Габин. Ну, не, в смысле, неправильно. Не думайте, блядь, открывайся, нахуй, Стим. Другой монитор. Так, давайте. Давайте, маленькие. Это пиздеж, это наебалово. Это, скорее всего, по цене Стима выставлено. Какой-то пидор выставлено. Не может такой нож столько стоить. Хотя это новый спектрум нож. Хотя это новый спектрум нож. Давайте мы сейчас Стимчика смотрим. Это новый спектрум нож. Пожалуйста. 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 Давайте посмотрим. Ёбаный насос. Какой он голубой, красивый, ребята. Ё, в Афакторе Нью вертел я, нахуй, Юри. У меня такого ножа в коллекции нет. Это просто, это просто пиздец. Ребята, это тысячи лайков. Это его можно продать реально в Стиме, видимо, за 60 тысяч. Это просто пиздец, ребята. Это охуеть просто. Это охуеть просто. Очуметь просто. Ёб твою мать. У меня встает песос вообще, ребят. Не, в смысле, вы не выйдете, да? Я вам сейчас, сейчас вот так вот сделаю. Вот. Ох ты ж, ёбаный петушочек, как у меня песос. Ой, факторений. Ой, ёбаный рот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, ребята, подождите. Сейчас, сейчас, прошу прощения. Я немножечко не это. Я в ахуе про... Вот это, блядь. Это первый раз у меня за всю историю. Я опенкейсингами занимаюсь уже много довольно. Очень много. Да. И, ёб твою мать, нахуй, такого ножа за такую сумму... Сейчас мы проверим еще его стоимость. Ёб твою мать, блядь. Хорошо, что я остался на спектрум-кейсах. Ёбаный насос. Так, подождите. Фух. Ох, какой ты жаркий. Ох, какой ты жаркий. Вы посмотрите, какая прелесть, радость. Какой он жаркий. Ребята, реально... Да пошел ты, нахуй! Стрелять в меня, блядь. Пидор. Я тут нож осматриваю. И ты что стоишь? Так, ладно, посмотрите, ребята. Посмотрите, какой он. Охуенно. Все будет непременно. Вы гляньте просто. Посмотри, пидор, какой у меня нож. Смотри, нахуй. Смотри, блядь, нож, какой у меня. Синий и голубой. Ты видел хоть раз такой? Посмотри, блядь, я тебе говорю, порадуйся за меня, нахуй. Блядь. Блядь, 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 блядь. Ух, я не могу, ребята, я не могу. Короче, вам спасибо, друзья. Вам спасибо, как всегда, за ваши лайки. Это охуеть. У меня первый такой нож. Он настолько красивый, что я вообще в охуе. Его можно сравнить, в принципе. А, я не знаю. Давайте мы посмотрим дорогие ножи за 2-3 тысячи долларов. Ну вот, сокровище, например, да? Естественно, Blue Pattern, как бы понятно. Ну вот, Руби за 2-400 или 2-500 он сейчас стоит. Ну мой флоуд дороже, хороший флоуд, кровь, действенница, да? Рубиновый керамбит прямо с завода. То есть вот с этими, да? По красоте вы, обратите внимание, да? По красоте его реально можно с ними сравнить. Это такой голубой-голубой тесак. Разрывать чей-то пердак, ребята. В любом случае, вам огромное спасибо, как всегда, за лайки. С вами был, как всегда, Яшу Моро. И, наконец-то, у нас полоса раздупляется. Я очень этому рад. Но главное, чтобы она еще в стиме сейчас раздуплилась. И он снова мне дал несколько ножей. Этот маленький, вонючий, толстячок. Всем пока, друзья. До новых встреч. С вами был, как всегда, Шуморо. Мы увидимся на новом видео. Да? Да. А-др-р-р-р-р-р. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok